Итак, может ли сработать еще и вот такое давление? И когда наконец-то будет решение по миротворцам для Донбасса? Это вопросы для Павла Климкина, министр иностранных дел Украины сегодня у нас в гостях. Здравствуйте, Павел, спасибо, что пришли. Добрый вечер. Павел, ну вот мы видим, что санкции против России все усиливаются и усиливаются. Но тем не менее, стрельба на Донбассе продолжается. Вот что с этим делать? Слушайте, но это санкции, которые отличаются от предыдущих. У меня была очень интересная разговор с одним из американских сенатов, я не буду говорить, в 2014 году. И тогда я его переконывал, что нужны санкции не только относительно России и государственных предприятий, а обязательно относительно российских олігархов, которые частью этой системы. И тогда он мне сказал, что это все суперрово говоришь, но сейчас это не достигнем. И если достигнешь, это будет начало победы. Я это очень хорошо помню. Поэтому мы живем сейчас в другой реальности, Алексей. Первое, это трагедия в Солсбери и солидарная ответ, и это только начало этой ответы, на самом деле. И второе, это санкции. Поэтому тиск на сегодня совсем другой. И Россия, она в вакууме, на самом деле, не находится. Поэтому сейчас, посмотрите, визит президента – это первый крок. Будет очень много контактов на высшем уровне. И Меркель и Макрон будут говорить с Трампом. Будем встречаться в двустороннем, в тристороннем формате. И строить этот тиск. Но обязательно координат, координат и тактику, и стратегию. Хорошо. Вот прогресс возможен какой-то и со стороны Европы, да? После переговоров в Германии. И чего вы ждете от встречи нашего президента и канцлера Германии? Я ожидаю, первое, четкое погоджение тактики, как просулаем миротворцев. Самые очень четкие кроки. Сейчас с французами погодили, Леодерян был. Вы тоже, до речи, это выяснили. Наступный крок – это погоджение с американцами. У нас есть общая концепция. Сейчас должна быть самая общая тактика. Но много других вопросов, вы же про это не знали. А Крым? А эти турбины Симонса, где мы должны дотиснуться? А присутствие немецкого бизнеса? А певничный потек, где мы должны очень много чего сделать? И каждый европейский проект должен отвечать европейским правилам. Если мы говорим, что наш ГТС должен отвечать, а певничный потек? Поэтому вопросов будет очень много. Одно из главных, как вы уже обозначили, это вопрос о миротворцах. Павел, вот скажите, есть реальное понимание, когда идея о миротворцах уже превратится в конкретное решение? Ну смотрите, что такое конкретное решение? Для меня это резолюция Ради Безпеки. Чи есть 100% гарантия, что Россия его выполняет так, как есть? Давайте посмотрим, что делает Россия. Поэтому вот этот тиск, который на сегодня строится, это и такая самая гарантия. Сейчас у нас есть общая позиция. Немеччина, Франция, Соединенные Штаты. После этих контактов на высшего уровня будем очень тискнуть Россию с тем, чтобы это реализировалось. И мы должны сделать это, естественно, как в почтах, для того, чтобы это началось. Если оно будет долго дотискиваться, 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 тогда у нас есть шанс. И я в это верю. Павел, после встречи с украинским президентом Ангела Меркель едет на встречу с Трампом, да? 27-го года. В эти же дни состоится встреча Трампа с Макроном. Франция, Германия члены нормандского формата. Что с самим нормандским форматом? Какие-то встречи можно прогнозировать на ближайшее время? Ну вот, буду говорить с немецким министром на ближайшие дни. Мы сначала тоже встретимся в трех, або поговорим по телефону. Потом будем смотреть, с чем выходим на Россию. Там есть, естественно, безопасность. И тут количество обстрелов. Она просто регулируется Россией, как, соответственно, как певно, больше-менше. Потом освобождение политических вязков и заручников. И, кстати, я про это говорил с президентом Эрдоганом. Нещодавно был в Туреччине. У него после того была встреча с Путином. Ну и, естественно, концепт миротворцев. Три вопроса. И я тогда сказал и своему французскому коллезе, и немецкому коллезе. Если включаем эти три вопроса, до порядка дневного нормандского встречи, собираемся в четырех. Очень надеемся, что в ближайшее время все-таки на такую встречу выйдем. Мы будем надеяться. В понедельник официально вступает в должность новый советник Трампа по нацбезопасности. Джон Болтон. Вот мне интересно, вы уже успели с ним пообщаться или нет? И чего ждать в Украине от него? Ну, по-перше, я с ним спілкувался много раз. И до этого. И до этого. Ну, конечно. Но что хочу сказать. По-перше, это фантастичная, профессиональная и досвеченная человек. По-друге, что еще важнейший, очень решительная человек. Третье, он понимает, что наша борьба, она принципово важлива для демократичного света. И четвертое, что он понимает, что с Россией можно говорить только с позицией скоординованной силы. Вот все, что можно сказать. Павел, спасибо вам за то, что нашли время и ответили на мои вопросы. Министр иностранных дел Украины Павел Клинкин был гостем подробностей недели. Продолжение следует...